Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И рад представить вам сегодня троих гостей. Но в первой части будет два. Это Анна Сергеевна Федотова, победитель конкурса «Педагог года-2021» в номинации «Учитель года», учитель гимназии номер 56, который в данном случае, в первой части нашей программы, находится рядом с Виталиной Верёвкиной, которая является учащейся этой самой гимназии 56. Да, Виталина? Всё верно? Да. Мы рады вас приветствовать. Здравствуйте. И как ни странно, первый вопрос, Виталина, вам. Вы когда узнали, что Анна Сергеевна победитель, вы написали какое-то поздравление ей, да? Да, мы с мамой делали конфеты, я сделала ей подарок. Да вы что? Да, делали конфеты. А переживали? Вы знали, что она участвует в конкурсе? Да, я очень переживала. Была очень рада, когда она выиграла первое место. Понятно. Ну вот, Анна Сергеевна, вы же понимаете, что устами ребёнка глаголит истина, но всё равно это борьба. Как попали на конкурс? Ну, скажем так, мне предложил директор поучаствовать, выдвинул мою кандидатуру. Я, если честно, не сразу согласилась, обдумывала всё. Я предполагала о том, что это будет большое эмоциональное напряжение, что уйдёт много сил и времени на подготовку конкурса. Ну вот, всё-таки взвесив всё, поняла, что плюсов гораздо больше. Отступать некуда. Отступать некуда, да. Да, я всё-таки послушный сотрудник и согласилась поучаствовать. Виталина, скажите, пожалуйста, а вы когда узнали, что Анна Сергеевна будет участвовать в конкурсе, как-то вам об этом сообщили? Да, ну, мне очень хотелось, чтобы она выиграла, раз она прошла. Ну, она очень много готовилась, она заслужила это первое место. Ну, а все остальные ваши коллеги как-то знали об этом, переживали, помогали? Ну, да. Знаете, твой учитель, много школ, да, много учеников, много учителей, и вдруг твой учитель становится, ну, по крайней мере, сначала участником конкурса, а потом выигрывают, да? То есть ввели получше себя. Да. Нервы не трепали учительницы, нет? Я думаю, поведение хорошее было. Сколько у вас учеников в классе? Тридцать где-то. Сколько? Тридцать. Тридцать? Так, сразу же вопрос Анны Сергеевны. Тридцать человек – это очень много. Это очень. Я помню, что у нас было в моём десятилетнем, вам же 10 лет, да? Да. В моём десятилетнем возрасте было, ну, по-моему, максимум 23. Ну, бывали разные тоже варианты. Как вы успеваете за всеми тридцатью-то наблюдать? Замечательно успеваем. Вы знаете, ведь каждый ученик у меня – это золотой ученик. Где вы их насобирали, или они сами пришли? В воле судьбы, вы знаете, я очень благодарна судьбе за это. У меня самые замечательные дети попались в класс, и самые замечательные родители у них. Это вот джекпот сорвать, понимаете? Вот как мне их отдавать в пятый класс, прям не знаю. Очень не хочется. А вы с ними сколько на протяжении? С первого класса. То есть 4 года, да, вместе? Да. Понятно. Точно. Вот. Анна Сергеевна, а вот я помню, что на каком-то этапе своего школьного возраста я любил сидеть на задней партии. У меня было чёткое ощущение, что никто не знает, что я там на задней партии делаю. А вы всё равно всё видите и всё знаете? Обязательно. Боковое зрение учителя развито очень хорошо. Хорошо. Как проходил конкурс? Какие были этапы? Что нужно было сделать? Что вот об этом? Просто интересно, как вас оценивали, по каким параметрам? Ну, первый был не совсем этап. Это была визитка, нужно было предоставить себя. Я сочинила стихотворение на тему «Откуда я?», «Кто я?», «Что я хочу?». То есть творчески подошли? Творчески, да. Какое было жизненное кредо. Дальше был уже первый этап, который оценивался. Это была внеурочка. То есть неурочная деятельность, которую мы давали с ребятами, с ЭТЛ, так же, как и все остальные. Следующий в этот же этап входил ещё и урок. Сам урок русского языка, который я давала. И мы потом прошли во второй тур. Во втором туре был мастер-класс. С детьми? Нет, это уже было с коллегами. С коллегами. Уже подразумевалось только то, как я делилась опытом со своими коллегами, свои какие-то наработки. В этот же этап входил ещё педсовет. Это была на определённую тему. Была подготовка к обсуждению какой-то темы. И мы высказывали свои мнения. Прямо второй или третий диплом приходилось сдавать. Да. По ходу дела. Конкурс – это самообразование, бессомненно. А потом? Всё, потом мы после этого вышли в финал. И уже была подготовка к самому финалу. Хорошо, о финале мы поговорим чуть позже. Скажите, а на каком этапе дети-то помогали? Вы же как-то где-то какой-то урок проводили, они сидят, вы там что-то рассказываете. Нет, детки, конечно, в этот момент были не со мной. У них был замещающий учитель, заменяющий учитель. А помогали они мне от начала и до самого конца. С чем же помогали? Ну, мы помогали, сценку она какую-то сделала, при дороге, что надо убирать телефон. То есть разные были способы подготовки? Конечно, да. Я пробовала на них определенные какие-то моменты, подготовка была. Ну и поддержка, безусловно, они мне с самого начала говорили. А вам завидовали другие ваши коллеги, что именно ваша учительница стала участником, а потом еще и победителем конкурса? Ну, моя стренка и друзья из другой школы радовали, что моя учительница прошла. Ну, это же круто, согласитесь, каждый день такое может произойти, что именно твоя учительница. И все 4 года хорошая учительница ни разу никого не наказывала, нет? В двойки ставила, нет? Да, ставила. Ставила? Ну, ставила, когда плохо вели или... Ну, за поведение. Да, за поведение могла. А вообще, Анна Сергеевна, я всегда... Так, по секрету, я не знаю, можно это ведущему говорить или нельзя. Но это был первый класс, это было давно. Ну, у меня даже единица была по поведению, был такой этап. Но потом я стал хорошим, да, Виталина, потом хорошим. Вот, Анна Сергеевна, оставить двойки, наказывать... Я хочу немножко... Мы вернемся к финалу. Немножко о воспитании. Вот у вас какие методы? Жесткие или мягкие? Я не считаю, что двойка – это вообще показатель какой-то. Виталинушка, конечно, сказала, что двойки ставлю, но что происходит потом? То есть редко выводится эта двойка в журнал. Ребенок, который получил двойку за что-либо, не выучил. Выясняется причина, почему он не выучил. И обязательно останется после уроков. Все выучит и все расскажет, перепишет. Есть такие формы, допустим, диктант. Я его применяю не так, как все. Работа над ошибками, допустим, проходит немножко в другом формате. Когда я проверяю контрольные работы, я их не фиксирую, не зачеркиваю красной ручкой. Для более слабых учеников я по метке делаю карандашиком, что здесь в этом предложении одна ошибка. Но какая не указка? Нет, конечно. Более сильным ученикам я совершенно вообще не отмечаю ничего. И они должны найти. То есть я карандашиком ставлю оценку. Допустим, ну это будет двойка. И он видит, что на полях у него 5-6-7 ошибок. Если он находит, я легко могу поставить даже 5, он сам нашел свои ошибки. И запомнит это. Я считаю, что это более эффективный метод, чем просто рисовать эти двойки. Я детям не занимаюсь. Это очень хороший ноу-хау. И они находят сами свои ошибки. И потом, когда при проверке любой деятельности, то есть они по любому упражнению управляют, когда записывают любое упражнение, они уже более четко ищут сразу и проверяют. То есть самопроверка – это очень важно. Считаю, что в любой сфере деятельности. Да, но это называют высшим учебным заведением тоже, можно сказать, работа со справочной литературой. Когда ты начинаешь наводить справки и смотреть, невозможно же все знать, правильно? Виталина, какой у вас любимый предмет? Ну, вообще я люблю все уроки в школе, но больше всего люблю математику. Математику? Да. Говорят, что 23-й год у нас будет годом математики. Возможно, будет годом математики в стране. А то есть вы что, хотите потом и быть математиком, или просто умеете хорошо считать? Ну, математиком я не хочу быть, мне просто очень легко считать, мне нравится. А, легко, да? Да, нравится. Это же потом у них алгебра и геометрия будут разделения, да? А что больше нравится – чертить или цифры складывать? Чертить фигуры, я имею в виду, там, квадраты всякие? И то, и то. Мне и чертить нравится, и складывать. Понятно. То есть вы у нас представители естественных наук, а есть гуманитарные. И тут вопрос Ани Сергеевне. А как вот дети же все-таки, ну, все мы дети в какой-то степени, делятся на гуманитариев, да, и те, кто вот по естественным наукам идет? Вы как-то это замечаете даже вот на этом этапе? Это видно. А как это вы видите? Ну, ребенок, который лучше считает, зачастую он немножко слабее в русском языке. И вот хочу сказать про Виталину. Это уникальный ребенок, который у нее везде пять. Понимаете? Мало того, что у нее… Вундеркинд. Я не знаю, да, у нее вот конкретно по Виталине я не могу сказать, какой у нее склад ума, потому что в русском она первая, в математике она первая. Помимо того, что она еще и художник великолепный, талантливый. Надо было бы принести, хоть показать свои работы. Ну, тогда в следующий раз. На перемене она нарисовала мою сумку, в том формате, в котором она лежит, настолько четко, что я была удивлена. И самое удивительное, что она не ходит в никакие художественные школы, то есть у нее это развито даром. Просто есть даром. А может, потому что это у вас какая-то школа особая? Вы же гимназия. Дети у нас все талантливые. Какой-то специальный отбор проходит? Нет, не проходит никакого отбора. Приходят детки к нам абсолютно обычные, как и у всех. Поэтому я не думаю, что здесь что-то есть, какой-то особенный отбор. Никакого, конечно, нет. Просто обучение. Виталий, вот скоро вы уйдете на следующий этап обучения. Грустно будет расставаться с Анной Сергеевной? Да, очень. Ну, она же вас не заботит, она же скажет, все, теперь я вас знать не хочу, идите дальше, учитесь сами. Все равно, что она будет за вами следить, да? Да, я бы очень хотела, чтобы я осталась в этой школе. Вот видите, как? Вот так вот. Там классика. Самый лучший показатель. Виталина, а вот вас 30 там человек. Ну, неужели все, не бывает, что все хорошие? Ну, есть же шалоны какие-то. Есть же, да? Ну, да, есть те, кто бегают. Бегают. А вы ходите, а они бегают. Понятно. А у вас больше вот в классе, вот вы, я бы поняли, что вы у нас везде успеваете. А вот как вы считаете, у вас больше учеников, которые больше там математику любят, или больше там историю, геограмму, вот в гуманитарном направлении? Русский язык, литература. Кого больше? Или все любят больше математику? Или трудно сказать? Ну, наверное, математику, потому что по математике... Я видела, что очень многие все понимают. Все понимают. Это хорошо. В наше время считать надо, правильно, Анна Сергеевна? Верно. Потому что без счета никуда не денешься. Ну что, у нас потихоньку мы завершаем нашу первую часть. И еще такой вопрос. А кого больше в вашем классе, Анна Сергеевна? Мальчиков или девочек? На один человек у нас больше мальчиков. Мальчиков? Редкий случай. Обычно всегда девочек больше. Вот в наше время было, по-моему, девочек две трети, их одна треть мальчиков. 16 на 14. Так, девчонкам там, наверное, сложно. Обижают, наверное, нет? Когда учительница-то нет. Мальчики вас не обижают, нет? Ну, нет. Или вы сами можете кого-то хочешь обидеть. Да. Наоборот. Правильно, тогда. Вот. Анна Сергеевна, прежде чем мы завершим первую часть, возвращаясь к конкурсу, ну, наверное, как-то все вас поздравляли. Они изменились вот сейчас, когда вы встречаетесь? Как-то по-другому к вам относятся? Но все-таки учитель года с нами работает. Это же не просто у Жанны Сергеевны, это учитель года. Ну, если мы идем, вернее, говорим о коллегах, то я не заметила разницы, конечно. Нет, все те же самые. Они мне помогали, не переживали за меня. Здесь нет никакого, никаких изменений. Родители, ну, они просто с гордостью говорят об этом. Я услышала много теплых слов. Ну, опять же, если говорить изначально, то у меня очень доверительное отношение с родителями. Мне очень в этом повезло. Поэтому поддержка она и была, и будет. Я думаю, что независимо от того, выиграла бы я или нет. Ну что, тогда сделаем сейчас небольшую паузу и попрощаемся с Виталиной Веревкиной, замечательной отличницей и учащейся гимназии номер 56. Спасибо вам, Виталина. Вперед, так держать. Надеюсь, что через какое-то время вы к нам сюда уже придете по другому поводу. Будем с вами интервью брать. Ну, а с Анной Сергеевной Федотовой мы встретимся во второй части нашей программы «Открытый диалог». Напомню, что эта программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. У нас в гостях, напомню, Анна Сергеевна Федотова, победитель конкурса «Педагог года-2021» в номинации «Учитель года гимназию номер 56» представляет Анна Сергеевна вместе с Денисом Пузенковым, который является учащимся этой самой гимназии номер 56. Правильно, Денис? Да. То есть вы все 4 года вместе с Анной Сергеевной? Да, верно. Ну и как она вам? Очень добрая. Добрая? Да. А так, мужской взгляд. Она как, больше девочкам помогает или мальчикам, или как всем одинаково? Она помогает всем одинаково. Она помогает всем. А почему, как вы думаете? Какая у нее хорошая черта? Ну, добрая-то добрая-то понятно. Чему она вас учит? Она учит дружбе, доброте, чтобы все были хорошие. И вы хорошие все? Да. Да? Понятно. Молодец. Я вот смотрю... Ой, смотришь вот так на детей и молодеешь. Анна Сергеевна, добираемся до финала. В первой части мы узнали, да, и ребята узнали, что вы участник конкурса. И одно дело, когда ты участник конкурса, а другое дело, когда пришло время финала. Когда проигрывать-то не... Вот я не знаю, как воспитатель, который или учитель участвовал в конкурсе, пришел вот к таким срыванцам и говорит, ребят, ну я не выиграла. Ну уже как-то, да, рейтинг падает. А вы выиграли. Что было в финале? Рассказывайте. В финале было предоставление своего проекта, который мы составляли. Назывался наш проект «Просто космос». Для формирования познавательного интереса детей к космосу, к отечественным достижениям. Сам проект мы предоставляли тоже в стихотворной форме. Было немножко танца. А это и вы, и танцевали? Мои коллеги, да. Помогали мне мои коллеги на протяжении... То есть уже фактически все гимназии, да, выступали? Конечно, обязательно. Это была целая команда наша, 56-й гимназии. Я бы не справилась одна. Сколько в финале было человек? Именно... Ну, финалистов. Финалистов было 6. 6 человек. Да. То есть надо было победить у пятерых. Да. Конкурс побед, победить можно только один. Да, верно. Ну, и вот вы все показали. И вы же, наверное, других видели. Конечно. Я была пятая. Да. И что, вам не было ощущений? Ну, все, можно уже и не выходить. Все, мы уже не проверяем. Нет, не было. Но факт неожиданности, конечно, был. Вот когда стояли, когда объявляли, что вот, значит, учителем года становится. Какие были ощущения? Ну, тревожные были ощущения, волнительные, безусловно. Не ожидала. Когда назвали, все остальные, значит, начали к вам подходить и говорить, ну, выиграла, выиграла, да? Нет, вы знаете, мы на конкурсе, так как конкурс проходил в дистанционном формате, нам не хватило вот этого общения между конкурсантами. Живого, как говорили. Живого общения. И вот как раз на конкурсе, на финале мы пообщались, мы сдружились, обменялись телефонами, и будем созваниваться, я уверена, не только по теме каких-то школьных работ, а вообще по личному. Мы разговаривали, и когда мы сидели, общались, я даже забыла, что вообще идет конкурс, финал, надо переживать. Это было очень здорово. Ну, понятно. Ну, наверное, на конкурсе настоящих профессионалов так и бывает. Денис, по-мужски, скажите, а что в это время происходило в классе, пока вот Анна Сергеевна боролась за звание? У вас же другая была учительница. Да. Вы как-то скучали? Как вы поддерживали Анну Сергеевну? Хорошими отметками? Мы ее поддерживали хорошими отметками. Вы же знали, что она вот сейчас где-то там чего-то переживали. Переживали за нее. Надеялись, что она выиграет. И когда мы узнали, что она выиграет, мы все просто радовались. Ага. А почему? У вас, получается, как мы узнали от Виталины Веревкиной и вашей коллеги по гимназии 56, по классу, что у вас мальчиков-то больше получается, да? Как у вас вообще поведение в классе-то? 30 человек много. Все ли видит Анна Сергеевна? Или она не все видит, когда вы там шалите? Нет, все видит, конечно. Все видит. Поэтому вы все сидите хорошо, как вот сегодня у нас на телевидении. Молодец просто, как в первом классе Денис сейчас, да? Угу. А у вас какой любимый предмет? У меня любимый предмет математика. Тоже математика. Что-то как-то русский язык не очень любит, да? А есть кто русский язык любит у вас в школе? Да, есть. Есть? А у вас в математике все пятерки? Нет, иногда пятерки и четверки бывают. Да, а за что? Чего они получаются-то? Ну, в основном из-за внимательности. Из-за невнимательности? Ничего страшного. Ну, это ж, Господи, только четвертое. А вот вы сейчас же пойдете уже попрощайтесь так с Анной Сергеевной, да? Угу, да. Жалко немножко остановиться? Да, жалко. А нельзя так сделать, чтобы Анна Сергеевна с вами тоже пошла вместе дальше? Я не знаю. Наверное, нет. Наверное, нет. Но хочется, да? Ну, ничего, с другими... Будете приходить к Анне Сергеевне? Да, будем. Вы же, смотрите, тут сколько пройдет каких-то там несчастных лет, и уже взрослые с другим голосом уже подойдут и скажут, а еще лет через 30, 40, здравствуйте, Анна Сергеевна. Ты кто? А я Денис Пузенков, помню такого. А вы тогда у нас выиграли в конкурсе, да, Денис? Это же здорово. Да. Ну, а какие вот ощущения у ребят, которые знают, что их учитель победитель? Тут все радовались просто. А родители что говорили? Родители, я не знаю, если честно. Но они как-то по-своему переживали. Да. Я понимаю. Ой, какой прямо молодец. Прямо... Как это называется? Как в дворянские времена, да? Вот сразу видно, что... Анна Сергеевна, как вы работаете? Тогда вопрос к вам. Все-таки сегодня по вопросам образования есть масса сомнений, да, там, ну, вы на начальном этапе, потом ребят подхватывают другие уже специалисты, и они выходят на ЕГЭ, на поступление и так далее. Я, например, тоже преподаю в высших учебных заведениях, иногда сталкиваюсь, конечно, с некоторыми представителями, приходящими в гуманитарном данном случае ВУЗ, что как-то школы там то ли не было, то ли ребёнок в школу не ходил. То есть есть какие-то проблемы в воспитании? От чего это зависит? Зависит от детей, зависит от преподавателей, зависит от родителей, что некоторые ребята всё-таки из школы выходят, но не такими наполненными, как хотелось бы. Ну, если говорить о родителях, то я сомневаюсь. То есть всё-таки в моём случае дети маленькие, и родители несут ответственность сейчас конкретно за их жизнь, за их обучение. У меня таких проблем нет, потому что любые какие-то возможности... У нас неограниченные общения с родителями, мы общаемся по-разному с ними, и видимся, и созваниваемся, и всевозможные сети. Знаете, когда я какими-то просьбами поступают мои звонки, всегда принимается, спасибо, Анна Сергеевна, учтём, примем. Поэтому на контакт идут родители очень хорошо, и проблем с этим не возникает. Если говорить о выпуске, в 11 классе, то тут мне судить тяжело, потому что у меня начальные этапы. Все дети хотят ходить в школу, они хотят учиться. Это очень здорово, потому что каждое лето я у них спрашиваю, кто хотел, кто не хотел. И очень, конечно, лестно и радостно, что они хотят ходить в школу, и радуются встрече. А вот, Денис, у нас же был COVID-19, мы теперь уже стихи и песни, наверное, будем скоро слышать на эту тему. А как всё-таки лучше учиться? С помощью видеоконференции или всё-таки в личном контакте? По-моему, в личном контакте, потому что дистанционка тяжёлая, да, штука? Неудобно. Неудобно. Ну, а зато можно из кровати выполз, подошёл к экрану, получился, и опять в кроватку. Ну, да. Тоже удобно, видите, тоже хорошо. А вы на сегодняшний день... Кстати, немаловажный вопрос. Давайте спросим, зафиксируем, как говорится, на плёнке. Вот на сегодняшний день вдруг бы вы стояли перед выбором, вы бы кем хотели быть? Ну, хотя бы приблизительно. Хочу стать музыкантом. Музыкантом? Да. Музыкантом каким? Тромбонистом. Тромбонистом? Да. Вы в музыкальную школу, наверное, ходите? Да. Играете на тромбоне? Да. Ага. Ну, а там музыкантом как? Просто играть на инструменте или композитором музыку писать, нет? Нет, играть в инструменты, в симфоническом оркестре хочу особенно. А-а-а! Где-нибудь в Большом театре? Да. И будете приглашать Анну Сергеевну, не забудьте только пригласить на концерт, а то вырастите и забудете, знаете, как бывает, забывают своих учителей. Анна Сергеевна, я не зря этот вопрос адресовал, потому что многие дети, да вот, например, даже я, да, до определенного этапа вот спросят тебя, кем ты хочешь, я даже не знаю. Или некоторые меняют, да, каждые полгода. Сегодня хочу быть тромбонистом, завтра саксофонистом, а послезавтра буду певцом, вот, или водителем троллейбов. Ну, в наше время были немножко другие профессии. Вы как-то профориентацию с ними пытаетесь уже выяснить, куда, чего направляется ребенок? Ну, это сейчас вообще идет на каких-то опросах, то есть кем бы хотели стать. Я рекомендую им, куда им... Ну, там, кружок, да, какой-то или... Конечно, чтобы развивали уже те навыки, которые у них есть. И очень интересно слышать, когда ребенок учится на пятерке абсолютной, и тоже не могу определить, какой у него склад ума, то есть везде пять, и она хочет стать, допустим, пианистом. И хотя я вижу, что у нее двери открыты в любой вуз, и успех ей может сопровождать ее всю жизнь. То есть пианистом можно быть, но и кем-то еще другим. Да, да, да. То есть очень интересное их предположение о их будущей профессии. Но я думаю, что они будут меняться с возрастом. Если идет направление, конечно, музыкальное, то я думаю, что здесь родители уже играют определенную роль и выстраивают их будущее. А все остальное зависит от них самих. Вот сейчас, Денис, на секунду, как бы условно ушки закроет. А бывают конфликты с родителями? Ну, все-таки это же процесс, когда вот вы что-то там не то... Или много задаете, обычно как... Очень много задают наши дети. Много задают, Денис? Не, не очень. Ну, говорят, что ничего не высыпаются дети. Это сплошное задание, нет? Можно успеть сделать? Нет, так не говорят. Да, можно успеть. Можно успеть. Все слышали, можно успеть. Но все равно, бывают же какие-то конфликты. Как вы выходите из этих? Вы знаете, вот я не могу быть сейчас, наверное, какой-то оригинальным. Вот я кладу руку на сердце и говорю, что у меня нет такого. Правда? А часто проходят педагогические? Ну, я имею в виду до ковида, и вот это уже отдельная история. Как часто проходят родительские собрания? В каком формате они обычно проходят, если не брать ковид? Обычно, конечно, проходят в классе. Я всегда люблю участвовать в родительских собраниях. Мне нравится общение. У нас какое-то очень теплое общение с родителями складывается. И нет никогда напряженности. Я не переживаю. Я знаю, что я скажу, я знаю, что я получу в ответ. Нет, всегда очень теплые отношения и отзывчивость. Она прям чувствуется. А вообще в гимназии много учащихся? Вот сколько классов на сегодняшний день? Ну, если брать началку, то у нас получается 5 классов каждой параллели. Это как? 5-5 первых? Да, все верно. 5 первых, 5 вторых, 5 третьих и так далее. Так у вас там целый, как это сказать, полк? Свой мир, да, начальный класс. А что творится на переменах-то, когда учительница уходит в учительскую? Шумите там или сидите аккуратно, тихонько и ждете, пока закончится перемена? Аккуратно ждем. Серьезно? Да. А мы бегали в ваши времена. Чихонечко так, но бегали. А кормят хорошо, кстати? Да, хорошо. А что вас там дают на обед-то? Ну, в основном разные блюда. Ну, сосиски дают? Мясо какое-нибудь дают? Ну, я в основном не обедаю в школе. А, не обедаешь? Я с собой ее заберу. А можно и так, и так, да? То есть я его выбираю. Ну, а если захочется там чаю попить, то можно же там попить чаю? Ну, в основном, что там есть. Там может быть либо просто кистья, либо просто чай. Ну, значит, есть. Что есть? Мария Сергеевна, вижу, что дети у вас настолько волшебно воспитаны, что все знают, как правильно говорить. Мы хотим вас поздравить, пожелать вам всего самого лучшего, потому что кто бы что ни говорил, а если ребенок помнит первую учительницу, это значит, что вы выполнили свою задачу. Это лучше всех пятерок, которые нам жизнь преподносит. Денис, а вам спасибо за то, что именно все вы вместе, все, кто учится в вашем классе, сделали так, чтобы Анна Сергеевна победила. Это тоже ваш вклад. Молодцы. Так что всех с победой. Напомню, что у нас в студии была Анна Сергеевна Федотова, победитель конкурса «Педагог года-2021» в номинации «Учитель года», «Гимназия 56» и «Учащиеся». В первой части была Виталина Веревкина, во второй – Денис Пузенков. Спасибо большое. С вами был Николай Певненко в программе «Открытый диалог». Счастливо. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...